Переносимся в культурно-досуговый центр «Максим». Там открывается масштабная выставка-инсталляция «Непокоренный Ленинград», в которой посоздали быт блокадного города. Передаем слово нашему коллеге Эльдару Абитову. Эльдар, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Приветствую вас, дорогие наши телезрители. Вы знаете, пожалуй, именно эта картина, наверное, наиболее полная. Написывает атмосферу блокадного Ленинграда 1941 года. Меняю на продукты корзину большую, плащ от дождя, сапоги, баян, веер. За каждым этим листочком, за каждым этим листом стоит личная трагедия отдельно взятой семьи. Это реальные записи, они воссозданы по тем самым листам блокадного Ленинграда. И здесь, помимо вот этой инсталляции, представлено еще множество других. Подробнее о них мы прямо сейчас поговорим вместе с Сергеем Фишером. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот здесь, это, знаете, такая машина времени, наверное, с помощью которой мы можем перенестись в блокадный город. Давайте прогуляемся по этому городу. Что мы можем тут увидеть еще? На нашей экспозиции воссозданы основные моменты, основные точки, с которыми сталкивался житель блокадного города. Они относятся и к повседневной жизни, и к культурной жизни, и к обороне нашего города. Вот здесь перед вами афишная тумба, на которой размещены афиши. Эта тумба рассказывает о том, что несмотря на нечеловеческие условия, на тот ужас, который был в то время, люди сохраняли свою человечность и продолжали жить культурной жизнью. В городе работал театр, представления шли на сцене театра, театра комедии, и голодные, холодные артисты выступали для таких же голодных зрителей, замерзающих. Вы понимаете, насколько необычно смотрится афиша «Дон Кихота» или «Горе от ума» рядом с полуразрушенными, наверное, зданиями? Это тоже инсталляция, это тоже воссоздано по, я так понимаю, фотографиям? Это тоже, да, воссоздание исторического объекта. Это один из домов на одной из подъяческих улиц. У нас есть его фотографии, наши художники по этой фотографии восстановили этот разрушенный дом. Сергей, помимо того, что здесь представлена инсталляция, здесь присутствуют еще и подлинные вещи тех лет. Вот расскажите о них. Да, это так. Вот, например, зонд. Это зонд из семьи нашей сотрудницы. Это зонд, который остался со времен блокады. И мы его поместили в нашу инсталляцию, как один из предметов, который выбило из дома при попадании бомбы. Вот я вижу, что рядом со многими экспонатами, давайте сейчас обратим внимание всех наших телезрителей, присутствуют еще и QR-коды. Это что это? Что мы можем с помощью них отсканировать? Это наш аудиогид. Помимо организованных экскурсий, также любой желающий может прийти в воскресенье и в свободном режиме. Самостоятельно? Самостоятельно посетить эту выставку. Для того, чтобы посещение было более содержательным, посетитель может отсканировать QR-код. И наш диктор, который дочитал текст, рассказывающий о том или ином объекте, расскажет нашим посетителям об этом. Сергей, спасибо вам большое. Я же добавлю, что выставка, помимо того, что выполнена практически в натуральную величину, выполнены все здания, она является максимально интерактивной. И так, например, здесь можно оставить пожелания ветеранам, блокадникам, пережившим годы войны, и что-нибудь им написать. Написать теплые пожелания. Ну, я, наверное, тоже не останусь в стороне. Здоровья. И оставить эту записку, положив вот сюда, вот в такой ящик. Коллеги, вам слово.